В конце февраля городской глава Запорожья подписал распоряжение, согласно которому в городе ведут организованную борьбу с браконьерами, торгующими первоцветами, занесенными в Красную книгу. Каждый букетик подснежников может обойтись продавцам в 500 и более гривень. Акция «Первоцвет» проводится уже не первый год. На этот раз она стартовала в феврале и продлится до конца мая. Однако особый наплыв фитобраконьеров ожидается, как всегда, накануне 8 марта. Специалисты структурных подразделений исполкома, правоохранительных органов и государственной экологической инспекции проводят рейдовые проверки мест незаконной продажи краснокнижных цветов. Выявленные у торговцев растения изымаются, составляются протоколы и применяются штрафные санкции. Ну, достаточно серьезно. Букетики, которые продаются за 5 гривен букетик, в нем там цветочков 10, если будет, если взять 15 гривен штрафа за каждый цветочек, то один такой букетик может сдать 150 гривен штрафа. А их у них, как правило, не один. В основном подснежники везут из Крыма. Бороться с браконьерами готова и транспортная милиция. Правоохранители усиленно контролируют все поезда южного направления. Объектами проверки являются также рынки и торговые точки, где реализуют цветы. Данные подснежники эти везут с Крыма. Это подснежник складчат, занесенный в Красную книгу. Вся транспортировка ведется с Крыма. Ну, вот сейчас у одного гражданина было выявлено 12 букетов, у второго гражданина порядка 10 букетов. То есть это по сумме штрафа сколько получится? Сумма штрафа, она как вилка там большая, ну, будет решать суть. Штрафы за уничтожение уникальных растений слишком низкие, говорят экологи. Их нельзя сопоставить с размерами нанесенного ущерба. Защитники природы призывают не покупать первоцветы, поскольку именно спрос рождает предложение, поощряя браконьеров к еще более масштабному сбору цветов. Хочу вам пожелать, чтобы вам не дарили ворованные цветы. Цветы, которые воруют в лесах, которые воруют у природы, то есть воруют у нас. А чтобы вам дарили те цветы, которые специально для этого выращены. Потому что тот, кто выращивал, цветы не можно вырастить просто так. Там нужно вложить душу, там нужно любовь вложить. И вот эта частица, она в этих цветах и есть. И она принесет вам радость. С праздником! Продолжение следует...